Когда я начал раскорчевать, я испугался, думаю, зачем я взялся. Виталий Михайлович вспоминает, еще год назад буквально целину осваивал. Настолько были запущены эти поля. Сейчас на месте старых садов уже почти созрели томаты. Их, кстати, агрономы высадили особым способом. Надеются, урожай будет выше, а сами помидоры вкуснее. Уже используем новые технологии на помидоры, на метр пятьдесят между рядами. Мы очень хорошо сэкономим на воду, потому что там есть капельная лента на один рядочек. И больше проветривания, они не будут так болеть. Очень сложно было раскорчевать. Эти были старые сады, еще те яблони, которые очень большие деревья, раскорчевали в прошлом году до осени. И привели в порядок. Сейчас высадили капусту, уже и собираем урожай. За год это все сделали своими силами. Это хозяйство в Слободзейском районе одно из десяти наиболее крупных, которые осмотрели сегодня специалисты Минсельхоза. Для них подобные поездки – возможность оценить посевы, а также эффективность использования земель. Для представителей агрофирм они тоже входили в комиссию. Это обмен опытом с коллегами, как, например, повысить урожайность или бороться с засухой. Среди полей Недагра – это место, словно оазис под палящим солнцем. Водоем заполняли три дня. Сейчас 20 тысяч кубов воды используется для орошения. С нижней насосной наверху нет давления, чтобы работало поливное оборудование. Тут земли песчаные, были виноградники бедные. И пришлось восстанавливать полив. Я хочу сказать спасибо большое государству, что помогли построить высоковольтную линию тут к нескольким предприятиям. Вот хотя бы дало глоток жизни. Помимо уже привычных для нашей земли овощей и зерновых, а не по осадкам экспертов, несмотря на отсутствие осадков в хорошем состоянии, специалисты Минсельхоза планируют уделить внимание и новым полевым культурам. В дальнейшем наша программа рассмотреть еще новые культуры, какие у нас в районе и в Приднестровье внедряются. Это прежде всего горчица, я уже говорил, это и лен, это и расторопша, о котором мы говорили, и кориандр в том числе. Поэтому мы увидим и такие культуры, и будем рассуждать на тему, как в этих нелегких условиях диверсифицировать нашу экономику и искать варианты для получения хороших доходов с каждого гектара. Ну и, конечно, садоводство, я думаю, что мы тоже увидим суперинтенсивные сады, которые мы развиваем. До 10 июня специалисты Минсельхоза ознакомятся также с работой агрофирм остальных районов Приднестровья. Ярослав Богат, Иван Глухенький, Первый Приднестровский телеканал.